А вот и я снова всем здрасте Говорите об этом, что меня не видно А то, видалишь, кто там у меня в одной из лекций в прошлый раз выступал вместо меня Вот, возможно, и такая штука Итак, значит, возвращаясь к нашему разговору А, ну, кстати, экран-то было видно Ну, а кто кривляться будет? Как-то нет камеры Ну, нет, Бать, я не согласен Да, так вот, значит, давайте поговорим о том, как вообще принт в питоне программировать Понятное дело, что всю вот эту дисциплину, которая, все беспрактики, которые, вообще говоря, бывают в питоне Мы за одно занятие, конечно же, не рассмотрим Тем более, что у нас есть и другие на сегодня цели Вот, но некоторые простые вещи, некоторые простые вещи имеют смысл, имеет смысл рассказать Первая простая вещь состоит в том, что А программа принято сопровождать комментарии Мы с вами помним, что комментарий такая штука, которая начинается на решеточку Вот, после нее можно писать вообще что угодно И это к питону отношения не имеет никакого С помощью комментариев вы коммуницируете с читателем потенциальным вашей программы Вот, и вот эта вот идея, что комментарий предназначен для того, кто читает Между прочим, этот кто-то, возможно, и вы Да, там, через полгода открыли текст программы, смотрите туда и видите фигу Вот, и эту фигу вполне разумно снабжать некоторыми пояснительными заметками Вот Комментарий, в котором обычно пишутся какие-то вещи Связанные с непосредственной работой той программы, про которую идет речь Ну, допустим, вот у нас есть какой-нибудь n равняется int от input Int от input Или давайте мы лучше не так сделаем Давайте мы определим функцию Dev Да, пустая функция В этой функции мы напишем n равняется int от input Вот, int я сказал И еще, значит, return Этот самый n Вот Ну, только вот так, конечно И давайте здесь напишем в качестве комментария, что это Ну, допустим, тут abs от n И здесь напишем в качестве комментария, что Отрицательные числа вводить можно, но они по условию задачи Какой-то там абстрактной задачи, которую мы решаем, не нужны Вот Отрицательные Любимое мое слово отрицительные Когда вы будете читать там Когда вы будете читать Эту самую вашу программу, написанную на Давайте здесь напишем, да, там что-то типа Еще напишем процесс, дата И напишем что-то типа Return Rn L Множить на 2 плюс 1 Наша любимая Прям вот Что ни на есть Вот Ну и, наконец, напишем что-то типа такое И она равняется in data Print Процесс Вот Вот такая немудрящая совершенно программа Поскольку Нигде не сказано Что делать с вот этим введенным целым числом Вот Нам пришлось Сопроводить Текст Абсолютно безумная программа Которая просто выводит N умножить на 2 плюс 1 И больше ничего Но Идея стоит в том, что ничего не следует Зачем вот тут вот сделан, собственно Этот самый abs Да Если мы сейчас Попробуем ее запустить Назовем ее mu Не знаю зачем Вот Ну, в общем Ой Конечно Ошибочка вышла Миссинг 1 параметр И еще одна ошибочка вышла Вот теперь будет работать Вот Причем, если мы введем Отрицательное число Как полагается По вот этому мифическому условию задачи Оно превратится в положительное Никаких других комментариев По хорошему Вот по большей части В программу вставлять не нужно Сейчас поясню В программу на бетоне вставлять не нужно Сейчас поясню почему Но сначала Сначала про То, что писать в комментариях Значит Ни в коем случае Не надо писать комментарий Вот такого вида Не такого Такого вида точно Не надо писать комментарий А вот такого Кстати Здесь Ну 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 Не важно Вот Почему Вот этот комментарий Плохой Это плохой комментарий Негодный Потому что Мы здесь взяли И перевели на русский язык То, что и так у нас Было написано на бетоне Вот Расскажите мне С какого сорта Человеком Я пытался коммуницировать Когда К оператору Num умножить на 2 Плюс 1 Приписал вот такое Вот такой Прекрасный комментарий Вообще Говори Никакому Да Это бессмысленный Комментарий А вот этот комментарий Хорош тем Что он Дополняет Семантику работы Нашей программы Отсутствующим Отсутствующим Здесь требованием Что числа отрицательные Вводить можно Но они должны быть Проверализованы в положительной Именно на этом основании Я тут преобразую в положительную Короче говоря Значит Не Пишем в комментариях Почти никогда Что именно Мы делаем И как оно Именно работает Комментарий нужен В одном Ровно случае Когда мы Описываем Какую мы задачу Решаем И вот это самое Какую задачу Решаем Не вычитывается Из кода Из исходного текста И это довольно Частая ситуация Значит этот комментарий Плохой Негодный Не будем его использовать Довольно частая ситуация Когда Из исходного текста Программы Непонятно Что именно Она делает Почему? Ну потому что Вы то показываете Человеку решение задачи А задачу не показываете В очень многих Решаем Понятное дело Модифицировать Условия А там Условия Особенно Если условия Сложные Да Если условия Сложные Если вы пишете Что-то Что-то Типа Ив А равно Нулю Уэнд Там что-нибудь Типа Такого Там Не знаю Б Меньше С Меньше Д Ну короче Вот такое Полотенце Пишите Ор Там Бла-бла-бла-бла-бла То Было бы неплохо В конце Написать В комментариях Что Или даже Или здесь Или здесь Что На самом деле Проверяется Проверяется Там какой-нибудь Проверим Как бы Проверим Правильно Корректность Корректность Введенных Данных Вот Примерно так Значит Если у вас Довольно сложные Вот здесь Условия То из него тоже Бывает не всегда Очевидно А для чего Оно такое Ну вот Мы говорим Что это просто Данные корректные Они соответствуют Этому условию Или что Эти данные Будут решением Нашего уравнения А в другом случае Не будут Или что-нибудь В этом Вот И это Ситуация Когда вы Все еще Пишите Без исключения Вы пишете Что Какую задачу Вы решаете Если из исходного Текста Не следует Как правило На питоне Из исходного Текста Следует Какую Задачу Решаете Поэтому Это Как бы Нужно Именно тогда Когда Вот такая Штука Вот Когда Такая Штука Неочевидна Да И последнее Исключение Состоит в том Что если в дисциплине Которой вы Придерживаетесь Когда программируете Требуется Размещать Внутри Кода Программы Какие-то Дополнительные Данные Ну не важно Что Документацию Про документацию Сейчас отдельно Поговорим В питоне Тут все Очень смешно И удобно Какие-то Привязки К какой-то Внешней Внешней Информации Возможно Ну короче Говоря Если вы Не просто Пишете Программу На питоне А программу В которой В виде Комментариев На самом деле Внедрено Еще какое-то Знание Какие-то Еще Сведения Ну Вам Предписывают Это Дисциплина Программирования Внедряйте Что делать Но в принципе Питон Не нуждается Ни в каких Комментариях Кроме Вот одного Ровно Типа Комментарий Который Рассказывает Какая задача Решается Ну и Или Если очень Надо Которые Рассказывают Хитрости Алгоритма Но опять же Скорее всего Это тоже Рассказ о том Какая задача Решается В том смысле Чтобы люди Понимали Когда Что-то Модифицируют Вот такие Дела Понятное Дело Что это Еще зависит От уровня Понимания Читателей В том числе И вас Если вам Все еще Не очень легко Читать программу На питоне Сопровождайте Их Разумеется Комментариями На русском Если вам Так Легче Вот Но Я хотел Про другое Рассказать Я хотел Рассказать Что Роль Документации В питоне Еще Играет Документация Сейчас Объясню Что это Такое Дело в том Что К каждой Функции Можно Прибить Так называемую Строку Документации Строка Документации Функции Это просто Обычная Строка Просто Обычная Строка Правда Традиционно Она Оформляется Не в одну Строку То есть Она может Оформляться В одну Строку А может Оформляться В несколько В несколько Строк Там Принцип Такой Первая Строка Это Короткое Описание Дальше Пропуск И дальше Несколько строк Длинное Описание Ну допустим Как-то так Только Старый Добрый Не нужны Здесь запятые Вот Ну кстати Напишем Что еще Мы возвращаем Вернем Вот Я пишу По-русски Но в принципе Конечно Традиционно Вот такого рода Документация Оформляется По-английски Потому что Язык Международного Общения Да Можно было Можно было бы По-английски Написать Почему-то Я решил Набивший Набивший Вот Мало того Вы еще можете Документацию К самому файлу Написать Документацию Вот тут Прямо Повесить Такую тоже Строку Без ничего Здесь написать Пример Программы С документацией Ну ничего не сделать Пускай так будет А ну давайте Напишем Что у нас Есть переменная n Вот Обратите внимание На то Что в отличие От комментариев Которые Предназначены Непосредственно Для человека Запустившего Пальчики В ваш код И его Модифицирующего Да Например Этот человек Вы Документация Это уже В отличие От комментариев Которые Предназначены Грубо говоря Программисту Вашему коллеге Который Этот код Вместе с вами Пишет Вот например Это вы Документация Если вам Если вам Кажется Что эта красота Мало чем Отличается От комментариев То вот тут Вы ошибаетесь Сейчас покажу Почему Вот мы запустили Нашу программу Вот она у нас Отработала Мы знаем Мы знаем Что когда мы Запускаем Нашу программу Из Айдла У нас В Текущем В текущем Пространстве Имен Залипают Все имена У нас есть Функция Имдата Да Ой Функция Функция Я сказал Функция Имдата У нас есть Функция Процесс Да И у нас есть Н Ну так вот В отличие от Комментариев Строки Документации В Работающей Программе Прямо сейчас Существуют Смотрите Вот она Эть Че А Нихел Поддог Че я несу Давайте напишем Что она Возвращает Целое число Только Здесь Тогда Нужны Тройные Кавычки Потому что Потому что Это самое Перевод Строки Во Давайте Только Вот так Сделаем До красоты А можно И так Сделать Кстати Так Тоже Допустимо Чтобы Отступ Был Красивый Да Вот Вот так О Шмяк Вот мы Значит Выполнили Эту нашу Программу Вот И Глядите Ну Только Можно Так Сказать Принь Эту Самую Индата Док Да Вот так Но На самом Деле Можно Написать Вот так Смотрите Как красота Помните Что функцию Help Мы вызывали Сплошь Рядом Про все Что в питоне Шевелится Да Вообще Про все Ну так Вот мы Только что Сделали Такой же Точный Help Про Нашу Функцию Индата Опа Вот То есть Документирование Функций В питоне С помощью Строк документации Это не только Такой способ Пояснить Как Ну хорошо Внедрить Такие комментарии В код Но еще И Способ Оставить Этот текст Для будущих Поколений Для поколений Пользователей Которые В общем-то Даже теперь Не нужно Заглядывать В исходный Текст Вашей программы Раз уж Вы хорошо Задокументировали Как ваша функция Работает Мы собственно Так всегда С вами и делали Мы почти Никогда А с вами Кажется Вообще Никогда Не читали Исходный Код Той функции Которой Мы пользуемся Нам было Всегда Достаточно Документации Если документация Написана Хорошо Все хорошо Вот Такая вот Тема Но мы ее Не закончили Давайте Этот самый Модуль Пока Отложим В сторону И Поговорим Поговорим Собственно Про модуль Питона Для того Чтобы поговорить Про модуль Питона Нам понадобится Операционная Система И работа С нею Поэтому Не обессудьте Я все-таки Вылезу В линукс Обратно Вот Ничего Военного Там не будет От слова Совсем Вот Ну надо же Как-то Себя Что-то Такое С внешним Миром Быть связан Тем более Что про Операционную Систему Тоже Сегодня С вами Поговорим Если Успеем Так Вот Сюда Вот Какие Примерчики От наших Предыдущих Лекций Сейчас Они Еще Появятся О Кстати Давайте Мы Переместим Как Как он Назывался Му Вот Сюда Чмак А это Закроем Потом Мы Его Используем Вон он Му Вяжет Вот Мы только Что с вами Написали Программу Которая Что-то Делает Вот она Му Вот Вот И Собственно Открыли Ее Текстовым Редактором Отредактировали Запустили И так Дальше Как Было Сказано В Одной Самых Первых Лекциях Примерно Того же Эффекта Можно Было Добиться Если Запускать Прямо Из командной Строки Из Операционной Системы Что-нибудь Такое Сначала Название Интерпретатора Питона А потом Название Той Программы Которую Вы Запускаете Вот Вся Та же История Вот Более Того Вот Эту Фишку Запустить Программу Отработать Выпасть В интерпретатор И Поработать С теми Объектами Которые Мы там Насоздавали В Пространстве Имен Очень Легко Сделать Тоже Из Операционной Системы Надо Написать Интерпретатор Минус И Это Такой Ключ Модификатор Выполнения Вот Тогда Программа Сначала Исполнится А потом Вот Узнаете Подсказку Питона А потом В ней Может Будет Работать Дир Я сказал У вас Тут Немножко Другой Способ Обработки Командной Строки Построчный Традиционный Но Тем не менее Все Что мы С вами Видели Все Что мы С вами Видели Как Как видите Работает Чтобы выйти Отсюда Надо Нажать Ку Вот То есть Мы можем Программу Запускать Прямо Из-под Редактора В действительности Происходит Ровно То Что вы Сейчас Видите Когда Мы Запускаем Из-под Айдл Наш Программа Она Запускается Вот так И ровно Вот так Мы Знаем Что Давайте Еще раз Ее Откроем Этим Айдлом Мы Знаем Что В Программах Можно Использовать Оператор Импорт Ну Например Маз Для того Чтобы Для того Чтобы В наш Продаж Пространство Приехало Некоторое Новое Имя В данном Случай Маз И оно Называется Модулем И внутри Этого Мода Лежит Что-то Модуля Лежит Что-то Что-то Нам Нужно От Питона Чего По Умолчанию Мы От Него Не Просим Но Теперь Просим Ну Например Маз Точка Синус Модифицировали Нашу Программу Взяли Синус Из Модуля Маз Вот В Родианах И теперь Значит Теперь Значит У нас Теперь Формула Другая Раньше Мы Всегда Писали From Маз Импорт Звездочка Но Давайте Сейчас Сделаем Более Аккуратно Импортируем Модуль Маз А потом Из него Заберем Синус Как это Выглядит В действительности Точно так же Мы запустили Вот Эта Самая Наша Формула Недоделанная В смысле Непонятно Для чего Нужная Вот У нас Пространство Имен Вот В нем Этот Самый Маз Вот Можно Посмотреть В этот Маз Там Будет Довольно Много Всего Лежать В частности Синус Который Мы только что Использовали А так же Всякие Другие Интересные Функции Импорт Как работает Импорт Импорт Модуля Питоновского Модуля Импорт Питоновского Модуля Работает Следующим Образом Он Ищет Во всех Специально Отведенных Местах Покажу Каких То Что он Может Распознать Как Питоновский Модуль И Первый Попавшийся Питоновский Модуль Вот С таким Именем Загружает И вы Им Начинаете Пользоваться Вот То есть Например Если сказать Импорт Сис Это Модуль Который Содержит Всякие Функции Работы С самим Питоном Питон И Сказать Сис Паст Вот Это Как вы Видите Список Строк И В этом Самом Списке Строк Содержатся Все Те Места Вашей Операционной Системе Где Питон Ищет Модули Когда вы Говорите Импорт То есть Первым Делом Ищет В текущем Каталоге А дальше Он ищет Во всяких Других Местах В том Месте Где Лежит Питон В каком То Значит Зип Файле В каталоге Ну И так Дальше И так Дальше В общем Есть Некоторый Набор Стандартных Мест Для Питона Где Он Ищет Модуль Когда Мы Говорим Импорт Что То Вот Если Мы Говорим Импорт Что То Он Сначала Проходит По всем Этим Каталогам Не Находит Там Нужной Нужной Штуки Которая Является Модулем Питона И Ругается Что Такого Модуля Нет Была Бо У нас Лекция По Какому Мед Линук Я Бо Показал Как Он Это Делает Там Потресил Системные Вызовы Сказал Что Туда Сунулся Сюда Сунулся Но Нет Не Не До Значит Что Такое Модуль В Питоне Ну Самый Простой На этот Вопрос Ответ Знаете Какой Модуль Это Просто Файл На Питоне Вот Любой Файл На Питоне Абсолютно Любой Является Модулем Например Наш Файл На Питоне Который Мы Только Что Написали Под Названием Му Точка П Обратите Внимание На То Что Этот Файл Му Точка П Лежит Home George RCR Geopithon Yigza И этот Каталог По умолчанию Первый В котором Будет Происходить Поиск Модуля То есть На самом Деле Мы Могли Запустить Программу Лежащую В нашем Файле Просто Сказав Import Му Вот Сейчас Она Работает Тут Правда Возникает Некоторая Хитрость Давайте Это Еще раз Сделаем Мы Закроем Эту Штуку Откроем Новый Python Shell А Пустой Python Shell Ничего Нет Чем Отличается Это Окно От того Которое Я Закрыл То Окно Было Открыто После Того Как Выполнилось Содержимое Нашей Программы Му И там Залипли Все Имена От нее Теперь Мы Открыли Чистый Python Shell Могли Открыть Вот Этот Python Вот Здесь Это Не важно Вот Вот так Запустить Python Без Всего Как Интерпретатор И Сказать Import Mu Import Mu Что При этом Происходит Наш файл Который Мы Точно Написали Запускается Как Самый Обычный Файл Выполняется Видите Там Этот Наш Input Висит Вот В результате Чего Пространство Имен Залипает Имя Нашего Модуля Mu Потому Что Он Назывался Mu .py А В нем Собственно На Ну Короче Те Имена Которые Мы Там Создали Давайте Здесь То же Самое Сделаем Чтобы Вот Я В этом Будет Import Mu Вот Он Запустился Наш Файл Он Вот В этом Месте Сидит Ждет Ввода Нашего Вот Сюда Вот Здесь Сейчас Мы Введем В отличие От Ситуации Когда Мы Запускаем Его С помощью F5 Вот Здесь Или С помощью Python Минус И Вот Здесь У Пространство Будет Называться По Именем Модуля Mu А Вот В нем Будет Уже Лежать Все Что Мы Захотим Вот То есть Не Все Что Мы Схажем Все Что Мы Написали То Есть Мы Сейчас Нисходя С места Нечувствительно Для себя Написали Модуль Python Который Еще И Работ Смотрите Mu Точка Ин Data Ну да Естественно Ошибочка Допустим Вот Так Напишем Res Равняется Mu Точка Ин Data Минус Res Вот Она Сработала Ин Data Из Нашего Модуля Mu Да Mu Точка Процесс Вот Двух А вот Сработала Вот А вот Сработала Значит Какая-то Функция Процесса Значила Модуля Mu Да Поскольку Мы Проимпортировали Модуль Mu И он Назывался Mu То Он Называется Mu А в нем Лежат Вот эти Все Три Четыре Имени Mass In Data Process И n Тоже Там тоже Есть Вот Смотрите Вот Вот Так Тут Меня Залезло На Меня Надеюсь Вопросов Особых Нет Любая Программа На питоне Может Являться Модулем Если Она Лежит Вот В этом Доступном Пути Вот Тут Здесь По умолчанию Путь В котором Лежит Наш С Которого Мы Запустили Нашу Программу Является Доступным Не так По умолчанию Текущий Каталог Является Доступным Вот Здесь Он Вписан Вот Поэтому Любой Модуль Который Лежит В текущем Каталоге Можно Проимпортировать Просто По имени Скав Import Mu Да Питон Начнет Искать Вот Здесь Первым же делом Найдет Зайдет Текущий Каталог Найдет Там Файл Mu .p Вот И это Будет Означать Что Модуль Сработан Почему Я так Долго Говорю Про Модули Ну Во-первых Потому Что Мы Сейчас Еще Поговорим Про Модули А во-вторых Потому Что Смотрите Вот Тут Уже Мы Ведем В Точности Как Пользователи Питоновских Модулей Потому Что Мы Говорим Help Mu . Допустим Process И нам Показывает Help Про Функцию Process Из Модуля Mu Вот Что Там У нас Еще Есть InData Я вам Даже Больше Что Скажу Можно Вот Так Сказать Смотрите Какая Красота К Нам Приехала Из Наших Докстрингов Которые Мы Здесь Обеспечили В нашем Модуле Целое Красивое Описание Толковое Нашего Модуля С Делением На Описание Вот Здесь Вот Эта Первая Строчка Однострочное Описание Дальше Длинное Описание Дальше У нас Есть Функции Про Каждую Функцию Help И дальше Еще есть Данные Вот Тут Как-то Я Не понял Как Это Сделать Ну Да Ладно Не очень Важно Вот Такая Вот Картина Дошло Ли Управление Нет Смотрите Давайте Еще раз Еще раз Посмотрим На то Что такое Импорт Модуля Импорт Модуля Это Это Тупо Выполнение Программы Которая В нем Лежит Тупо То есть Есть На уровне Самого Питона Некоторые Инструменты Управления Этой Тупизной Но Нам С вами Они Недоступны Вот Я Честно Ими Никогда Не Пользовался Когда Вы Делаете Импорт Модуль У вас Тупо Выполняется Вся Программа Все Что Она После Себя Оставляет Весь Неймспейс Вот Все Вот Это Все Четыре В данном Случае Все Эти Четыре Все Эти Четыре Имени Вот Они Лежат В Неймспейсе С Именем С Которым Вы Импортировали Кстати Давайте Посмотрим Какой У него Тип Но В общем Капитан Очевидность Подсказывает Что Тип У него Будет Модуль Что Еще Может Являться Модулем Помимо Файла На Питоне Модулем Также Может Являться Файл Написанный На Си Потом Скомпилированный В виде Библиотеки Разделяемой И в этом Файле Должны Быть Осомые Имена В Таблице Имен Ну В общем Это Наверное Нам с Вами Не Очень Интересно Потому Что Не Очень Понятно Но Идея Именно В том Что Вы Можете Ваши Функции Написать На Си Сложить В Особом Формате В Разделяемую Библиотеку Подсунуть Питону И Он Будет Оттуда Импортировать Это Дело Я Почти Уверен Что Маз Если Вообще Не Является Частью Питона То Точно Написан На Си Вот Я Не Уверен Что Именно Маз Но Там Полно Таких Библиотек Нет А Да Ну Вот Маз Может Быть И Нет Вот А Вот Давайте Посмотрим Что Я Тут Не Вижу Ни Одной Программы На Си Это Мне Не Нравится Может Я Не Там Смотрю Ну В общем Их Много Вот Вот Она Вот Она Библиотека Маз Написанная На Си Мне Кажется Что Это Тоже А Нет Это Комплекс Маф То Ее Нет На Питоне А Есть Написанная Только На Си Вот Еще Библиотекой Написанной На Питоне Может Являться Целый Каталог В котором Много Файлов На Питоне Под Каталог Под Модули И так Дальше Эта Штука Называется Пакет Его Структуру Можно Почитать Документацию Мы Изучать Не будем Но Она Выглядит Примерно Так Примерно Так Не Знаю Кого Там Найти Кого Найти Торнадо Как Торнадо Вот Смотрите В этом Торнадо Куча Файлов На Питоне Кажется Ни Каждый Каталог Может Быть Питоном Распознан Как Пакет Тобишь Модуль А Только Каталог В котором Специальный Файл BlaBla Enid BlaBla .py Вот Если В вашем Каталоге Есть Такой Файл То Этот Каталог Является Питоним Пакетом И Выполнение Каталога Начнется Вот Отсюда Вот Дальше Мы Не идем Потому Что Это Довольно Сложно Вот Три Видов Одному Взятому Файлу Мы Еще Смотрите Мы Можем Читать Документацию Прямо Отсюда Или Даже Прямо Из Командной Строки Потому Что Есть Такой Пыдок Есть Такой Пыдок Ну Где Там Ну Например А Ну Только Он Нам Зараза Сначала Введет А Вот Потом Вывед Документацию Вот Мы Посмотрели С помощью Пыдока Эту Документацию Вот Мы Наткнулись На Одну Штуку Про Которую Забыл Сказать В Лекции В Смысле В План Лекций Который Нам Очень Мешает Наш Модуль Он Немножко Неправильный Мы Только Что Выяснили Что Любой Модуль Который Мы Пишем На Питоне Тупо Выполняется И Это Все То есть Никакой Разницы Почти Никакой Разницы С Выполнением Программы Нет Однако Мы Привыкли К тому Что Когда Мы Импортируем Модуль Он Ничего Не Делает В Настоящем Модуле Есть Только Определение Классов И Функций А Если Там Выполняется Какой То Код Мы Этого Не Замечаем Мы С Вами Написали В нашем Модуле Такой Код Я хотел Посмотреть Документацию По нему По этому А он Для того Чтобы Документацию Посмотреть Сначала Импортировался А при импорте Вот эта Вся Фигня Запустилась Нехорошо Так Делать Нельзя Я Сказал Что Запуск Модуля От Запуска Файла Не Отличает Импортирование Модуля От Запуска Файла Не Отличается Ничем Отличается Отличается Наличием Сейчас Покажу Чего Когда Вы Запускаете Файл У него Всегда В пространстве Имен Есть Вот Такое Встроенное Поле Под названием Name Name И этот Самый Name У программы Которую Вы запускаете Он Равен Строчке Main В кавычках Тоже С двумя Подчеркиваем Давайте Это Проверим Напишем Здесь Print Не Без Кого Name Если Мы Запускаем Программу Как Программу Здесь Написано Main В качестве Имени Ну Это Я попытался Ввести Main Не Ввелось Если Мы Запускаем Программу Как Модуль Там Написано Имя Модуля В этом Разница Таким Образом Мы Можем Проверить Вот Здесь И Это Тоже Является Одно Из Одним Из Практических Аспектов Что Если Name У нас Равен Main Это Значит Что Мы Эту Штуку Запустили Как Программу А Если У нас Name Не Равен Main Значит Мы Проимпортировали Как Модуль И В Случай Когда Мы Эту Фигню Запустили Как Программу Мы Радостно Выполняем Вот Этот Код А В Случай Когда Мы Эту Штуку Импортируем Как Модуль Нам Не Хочется Вот Это Все Делать Мы Не Выполняем В Результате Наш Модуль Начинает Работать Как Если Б Этого Кода Тут Не Было Потому Что Name Не Равен Main Вот То Есть Работать Настоящий Модуль Определяя Две Функции Кстати Заодно Переменную n Не Определяется Больше Она В общем Явно Лишняя Была Нам Не Нужно Предоставлять Пользователю Эту Переменную Вот Давайте Это Проверим Вот Запускаем Его Как Программу Вот Она Работает Импорт Его Откуда Угодно Хоть Отсюда Хоть Отсюда Импорт Ну Он Отлично Импортируется Вот Он Да И мы Можем Сами Пользоваться Сами Пользоваться Этим Самым Да Вот Импорт Вот Что Сейчас Произошло Наша Программа Му Точка Запустилась Но Будучи Импортирована Как Модуль Дойдя Вот До Этой Строчки Она Проверила Что Нейм У нас Равен Не Мейн А Му Вот И Вот Этот Код Не Выполнила Если Нам Очень Хочется Мы Можем Сюда Вписать Что Нибудь Типа Такого Вот Но Так Делать В общем Не Рекомендуется Да Вот Сейчас Вот Эта Штука Не Заработает Заработает В наш Ввод А Вот Сейчас Эта Штука Заработает Что Нейм 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 Дефайн Забыл Неправильно Написал Ну Вы В общем Уже Поняли Что Сохранить Вы уже Поняли Что Теперь Она Заработает Вот Вот Она В общем Так Делать Не Рекомендую Естественно Наконец Есть Еще Один Промежуточный Третий Способ На самом деле Совпадающий С первым Который Я Только Что При Вас Использовал Но Поскольку Это Дело Происходило Очень Быстро Мы Не Посмотрели На Него Смотрите Вот Это Обратная Ситуация Мы Не Знаю Где Лежит Модуль Пыдок Поэтому Гуль Так Найди Мне Модуль Пыдок И запусти Его Как Программу Вот Эта Конструкция Python Минус М Имя Модуля Обратная К той Которую Мы Делали Обратная К импорту То есть Не Обратная А Наоборотная Найти Модуль Пыдок Но Запустить Его Как Программу Собственно Тогда Он Запускается И Что То Делает В данном Случа Он Нам Документацию Показал Да Давайте Попробуем Вот Видите Сам И Он Естественно Пыдок Я Сказал И Он Естественно Ничего Не Сделает Да Там В нем Будет Много Всего Да А Когда Мы Этот Модуль Пыдок Отговорим Минус Мы Пыдок Вот Пожалуйста Он Спускается Более Того Давайте Посмотрим Тут Тридесятый Питончик Я Собирал Ну Скоро Уже Приедет Во Модуль Пыдок Оказывается Написан На Пытоне Видите Он Есть Прямо У нас В системе Давайте В него Заглянем А Что Мы Что Ли Не Матросы Давайте Самый Конец О Смотрите Какая Замечательная Вещь Там Написано То же Самое Что Мы Сделали То Мы Не Ничего Не Не Пошли Против Правил Здесь Написано То же Самое Если Импортировать Модуль Функции То Он Не Выполнится С Какой Стати Он Не Выполнится Конечно Выполнится Программа То есть Оператор Импорт Это Выполнение Вашего Модуля Точка Точно Так же Как Если Мы Просто Запустили Разница Стоит Только В том Где Останутся Те Имена Которые Вы Определили В Модуле В Каком Неймспейсе Если Импортить Модуль Функции Его Имя Модуля Залипнет В Неймспейсе Функции Когда Вы Из Эти Функции Выйдете Оно Там Разлипнет Ну И Соответственно Этот Объект Удалится Вот И Все А В Можно Короче Можно Можно Же Было Вот Так Сказать Понимаете Пожалуйста Просто Вот Этот Путь Надо Еще Догадаться Где Он А Так Питон За Нас Это Дело Узнал Вот Значит У Модуля Пдок Есть Один Волшебный Бонус Смотрите Тут Есть Слова Хост Неймпорт Как Вы Думаете К чему Это Дело В том Что Среди Питон Модулей Которые По Умолчанию Приезжают С Питоном Там Их Порядка Двухсот Есть Модуль Реализующий HTTP Сервер То Есть Вы Вообще Не Ходя С места Можете С помощью HTTP Сервера С помощью Питона Запустить HTTP Сервер Который Будет Отдавать С Текущего Места Все Что Там Валяется Ну Смотрите Вот У нас Есть Какие Файлы Давайте Скажем Python Python 3 Минус М HTTP Есть Модуль HTTP Из которого Мы Вызовем Сервер Он Говорит Смотрите Ну Как Вон На Порту 8000 У нас Теперь Какой-то HTTP Давайте В то Зайдем Local Host 2.8000 8000 Скажем Нет Local خر HQ host Chess2H Вот Они Обратите Внимание Он Get Запрос Вот Смотрите Вот Это наш Это Наш Файл Мы Его Только Что Сами У Себя Скачали Обратите Внимание Такая Вот Такая Вот Прекрасная Возможность в питоне На халяву Сделать HTTP Сер Вообще Никуда Не Подя Вот В Принципе Вот Да Ну так вот модули пудок тоже есть способ сделать это хтп сервер смотрите хостный не порт минус п ну давайте те же самые 8000 вот мы говорим бы он сейчас запустит нам нет не в том окне извините у меня это настройка скажем так поверьте мне он запустил броузер но он запустил совершенно не в том окне в котором мы с вами здесь сидим вот сейчас я попробую закрыть сначала боже где он ну короче там его нету бог с ним ладно мы все равно знаем что надо вот сюда зайти ну-ка где у нас релот вот он вот значит смотрите вся документация по нашим всем модулям ее можно это короче весь тот хелп который мы видели в html и который мы видели на сайте который у нас лежит где хотите вот там ну не знаю ну 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 например ой это надолго зря туда пошел ну вот пожалуйста такой вся документация по нам по и огромные да или например но не давил xml вот пожалуйста вся документация по xml в минуты из из кишок просто самих модулей на питоне хуже того обратите внимание вот сюда это наши программы которые мы писали даже мы наш вот он все программы которые мы писали наш пыдок пытался документировать только там пусто мы нигде строк документации не оставляли потому что ленивый и неприятные иллюзии давайте а это чекер энер чекер там тоже нет документации ну вот а в некоторых вот в му например есть вот видите какая красота еще модуль масса он использует вот такой вот броузер сейчас мы это выключим вернее не броузер а показыватель вот сейчас мы это выключим дэнс такие вот дела тот же самый модуль используется так значит оу я хочу заранее попросить прощения у тех из вас кто в действительности новичок и пришел сюда вот без какого бы то ни было опыт программирования потому что когда я вчера проводил семинар в группе для которой собственно весь этот цикл лекций разрабатывался я вспомнил про одно забавное свойство файлов у файлов есть одно забавное свойство пользователи которые работают с компьютерами но не программирует вообще не понимают зачем им нужно знать про то как работать с файлами вот вся практически тематика прошлой лекции там кодировки вот это вот все открытие файла чтение с файл даже из текстово вся вот эта тематика внезапно оказывается совершенно не не очевидны в плане актуальности ну как бы вот человек который никогда не писал программы обрабатывающие данные а просто изучает язык программирования может полгода сидеть пиша домашние задания для и джач который со стандартного года а читать на стандартный вот вы возит вот и так ни разу и не понять что в действительности никто стандартного года почти никогда не читает и никогда почти не выводит а всякий раз идет работа с файлами вот так что возможно если бы такой курс у нас будет повторяться потому что не знаю я что-то у меня есть сомнения о том что выбрал правильный формат но в следующий раз я постараюсь секцию про разговор про файлы начать с разговора про файлы зачем они нужны почему они вас важны вот это все вот как видите они очень важны даже в таких простых задачах как у нас сегодня мы в принципе у нас все лежит файлы и в каталогах да вот файлы лежат в каталогах каталоги лежат в каталогах программ на питоне это файлы лежащие в каталогах модули на питоне от файл лежащих когда программа питон сам питон это файл лежащий в каком-то каталоге кстати давайте на этот счет немножко и поговорим даже не знаю можно отсюда поговорить раз уж я обещал использовать вот эту штуку есть такой модуль сис про но мы уже знаем про то про то что этот модуль сис это штука для того чтобы взаимодействовать со самим питоном в нем довольно много ну давайте сразу сходим документацию потому что потому что чё смотреть help если можно смотреть документацию модуль с his 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 вот в этом модуле в общем довольно много всего разумеется я про все это вам рассказывать нибудь но про какие-то какие-то базовые вещи может быть имеет смысл рассказать но мы уже знаем про сис пас например это каталоги в которых питон ищет модули если он их там не найдет то штука модуль не считается если найдет считается сис executable это файл в котором лежит питон конкретно вот эту программу idle запустил она же написана на питоне до idle про это редактор записан на питоне запустил бинарник который называется usr bin python 3.9 так в той системе операционной в которой все это у нас сейчас происходит в линуксе нашим именуется интерпретатор питон да то что я все время запускаю python 3 ничего не значит это одно и то же там просто символенная ссылка одного на другого это один тот же бинарник с двумя именами вот экзикюту был что еще можно сделать у сиса спросить сис давайте я покручу здесь но в общем тут наверное еще органы органы мы сегодня рассказывать не будем или будем не знаю медлит смысл давайте посмотрим что у нас в планах если мы успеем то я расскажу прогулы а если не успеем то отложу не буду рассказывать прогулы извините это это работа с командами с параметром командной строки кому интересно приходите на лекцию по питону для вымкашников там будет про это вот в какое-то ближайшее время так что еще хотел в сисе найти интересное а сис exit смотрите как здесь работает не работает здесь сис exit это потому что это у нас так устроен на самом деле сис exit он останавливает работу питона и выходит из него соответственно вы можете это использовать в программе для того чтобы выйти в произвольном месте вот давайте здесь напишем и так делать не надо но это можно сделать и она то есть все другие числа работает а 13 он вызывает сис exit более того еще может туда поставить параметр и он вернется с ошибкой правда эту ошибку надо уметь обрабатывать в общем тут много всего интересного про питон можно узнать разного в частности файлы std на std out stdr который мы кажется прошлый раз уже трогали ну в общем вот давайте мы лучше познакомимся с другим модулем который называется ос модуль ос это интерфейс к операционной системе достаточной степени кроссплатформенный чтобы мы когда пишем программу на питоне не заморачивались под которой под как по под какой операционной системы вообще мы работаем чтобы программы какие примерно одинаково работали понятно что совсем одинаково не работать не будут потому что ну скажем просто расположение файлов в разных операционных системах но как минимум есть какие-то вещи которые всегда работают одинаково в питоне по крайней мере мы на это можем закладывать поэтому прок спрашивает импорт модуля можно посетить загрузить сразу я не очень понимаю вопросы но нет импорт в питоне не работает из сети импорт работает только из файла надо сначала загрузить а потом импортить мы наверное проект поговорим самый последний день с вами про то как это делается вас но не сейчас так что интересного что интересно весь модуль ос тут тоже очень много всего еще больше чем модуль сис вот в основном здесь всякие штуки связанные с реальной операционной системой то есть но наверное какие-то интересные вещи мы можем для работы с файлами например использовать вот ну например импорт ос 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 get cvd вот для каждого процесса в любой операционной системе есть такое понятие как текущий каталог зачем это понятие нужно это понятие нужно для того чтобы вы могли указать имя файла без полного пути вот если у нас он файл лежит вот в этом каталоге home george src геопард нигде ты его можно открывать прямо так ну давайте вот вот у нас в текущем каталоге в каталоге ос вот в этом да давайте попробуем еще вот так сказать будет одно и то же вот в каталоге home george src геопард python exe лежат вот такие файлы поскольку get current work directory нам рассказал что мы находимся текущим для нас является именно этот каталог при открытии файлов мы можем просто тупо открывать его по имени вот так писать допустим что-нибудь типа и оправняется open вот ну скажем вот этот самый flake 8 да или там не знаю flake 8 да вот он откроется skypef.read вот в нем какой-то лежит какой-то лежит контент в общем текстовый бэкслэшен я думаю вас уже не смущает понятно что это такое вот в случае когда файл надо открывать из какого-то другого места ну допустим допустим вот отсюда вот не знаю там x.c попробуем открыть файл x.c и оправняется open x.c нету такого файла в текущем каталоге вот в каталоге который для нас является current вот в этом такого файла нету поэтому нам нужно указать полный путь который начинается с корня то есть написать вот так сейчас покажу написать вот так только не так естественно ну короче вот так нет не забываем что полный путь начинается обязательно символы слэш x.c и вот тогда у нас все заработает он какая-то программа носит большая вот написанный для x для x 11 видите значит полный путь указан с корня начиная с корня относительный путь указан не начиная с корня вот этот этот вид нотации с таким вот слышами они обратно как винде работает в питоне и винде в том числе поэтому он такой вполне себе кроссплатформенный но если вам очень надо есть целый модуль который называется os.pass который позволяет вообще чисто кроссплатформенно оформлять ваш код чтобы можно было написать название каталогов потом их объединить через тот объединятель который используется в вашей системе слэш или бэкслэш еще где-то двоеточие используются когда-то в прошлом счете вот но вот идея именно такая да значит в текущем каталоге или не в текущем каталоге полный путь или относительный вот в принципе поскольку у нас этот файл лежит на самом деле для нас текущий каталог вот этот а файл лежит вот в этом каталоге мы можем построить относительный путь относительно текущего то есть написать что-то типа дайте им так давайте например во первых освоим еще одну функцию которая называется стат os.stat os.stat это функция которая вводит статистику про наш файл единственное что нам интересно это размер здесь потому что все остальное это подробности операционной системы но вот размер 3 килобайта 343 байта да нет это не килобайты это кибибайты ну короче вы поняли да вот размер 3343 байта или допустим размер на нашего файла который мы только что написали которому вот 812 байтов это ровно вот так вот я хотел проиллюстрировать и и понятие пути относительно что поскольку мы находимся давайте еще раз cvd вызовем поскольку для наш текущий каталог вот этот и все пути меряются отсюда мы можем от него подойти до сюда просто спустившись на два уровня вниз то есть написать примерно следующее этот x.c будет лежать относительно текущего каталога в родительском и еще раз в родительском вот вот это уже довольно сложная фигня там еще можно будет потом вот какие-то значит какие-то вот такие вещи делать ну то есть вообще страшные вещи вот туда вернуться туда перейти непонятно что это за каталог для того чтобы это все привели превратить в понятные в понятное дело есть кажется рел чарел пас нет нету но что упас рел пас да он все равно сказал что он такой ну вот я думаю что он заработает ну окей ладно нету так нету короче бог бы с ним значит факт остается фактом относительный путь можно делать очень таким развесистым сначала спуститься в родительские каталоги потом подняться в другой каталог в общем вот давайте посмотрим еще на ос но в принципе тут вот это в основном интерфейс к операционным системе к системным вызовам которые в разных операционных системах могут быть немножко разными вот что еще можно можно помимо вот у мы тут вызывали наш любимый ос точка лист гир который вам возвращает простой что это такое вот который возвращает по умолчанию список файлов элементов текущего каталога а если хотите можно и какого угодно это то же самое что делать программы ls который любил вызывать там в в линуксе да но это можно сделать из питона нам возвращаются все имена всех объектов вот как видите это список струк тот самый который мы проходили на позапрошлый что ли лекции позапоза вот ну в общем все все как у людей до без параметров выводится список теку по файлов в текущем каталоге но в общем файл можно удалять переименовывать андерсон спрашивает как открыть несколько файлов в одном цикле берете несколько файлов открывайте в одном цикле не понимаю вопрос понятное дело что каждый файл должен иметь свою собственную свой собственный идентификатор одну как бы свою собственную переменную файловую но вопрос я не понимаю несколько файлов в одном цикле можно открыть также как один файл в одном цикле и как несколько файлов без цикла то есть я не вижу разницы вот между всеми этим утверждениями простите то есть попробуйте переформировать вопрос я понял что люди уже устали нам осталась одна тема важная я надеюсь что одна да это одна тема это взаимодействие с отладчиком а да прежде чем эту тему пересканчиваем для самостоятельного так сказать ознакомления идете в документацию по питону в раздел модуль из и пытаетесь оценить вот это все модули которые к вам приезжают автоматом прямо вместе с питомам их порядка 200 штук а вот модули которые к вам приезжают которые можно установить о чем мы на поговорим на последнем занятии вот их 300 с гаком тысяч тысяч 300 с гаком разных три миллиона релизов ну в общем но об этом позже и так последний наш тем на сегодня это отладка отладка значит что такое вообще отладка наверное самый простой способ отладки это просто добавление в код в нужное место принтов то есть мы берем в им так принт так и даже здесь вот допустим принт и здесь тоже принято принт вот как-то так значит что мы при этом делаем мы просто обмазываем наши функции пальцами руками вставляем туда вывод и я еще обычно видите по привычке делал всякие хорошо заметные символы в начале строки чтобы было хорошо видно вот после чего при запуске это будет выглядеть вот так вот при этом впринт можно носовать все данные которые мы по ходу обрабатываем например что здесь будет 234 а уже потом мы будем вот это все преобразовывать да ну и так дальше это довольно хорошо позволяет затестить что все идет как надо то есть мы смотрим на вот этот вывод и понимаем что примерно это мы имели в виду когда писали эту программу что эти числа действительно похожи на те числа которые есть вот и вообще отладка принтом как ни странно при при именно программирование на питоне на вот таком низком уровне вполне хватает и вот но конечно же разбираться в этих полотничьих принта а главное руками их туда вставлять это в общем неудобно второй способ отладки это такая отладка после всего который мы на халяву получили от нашего айдла который состоит в том что программа отработала и мы видим все эти объекты которыми она работала хуже того или даже лучше того программа отработала правда это относится именно к программе они к функциям да если мы написали какую-то программу давайте попробуем какую-то программу открыть вот вот какую программу написали да программа отработала да и мы можем посмотреть какие у нее имена программа где-то там ошиблость давай попробуем сейчас мы что-нибудь такое и н делить на 5 только не н а g и и и и не на 5 а на 3 вот и и и и минус 3 вот вот значит дать еще раз я запустил я программа упала но она упала как раз в том месте где у нас что-то произошло и мы можем посмотреть а собственно что произошло предыдущее значение n было 7 значение g 4 значение и 3 и мы теперь понимаем что и минус 3 это ноль и вот это деление было делением на ноль да вот вам простейшая отладка прямо из питона разбирательство с тем что происходило в вашей программе тот момент когда она свалилась к сожалению неприятность состоит в том что если такая ошибка случилась внутри функции то к моменту когда вы вот сюда попадете пространство имен функции будут удалены то есть здесь уберем потому что потому что так было так оно работало да так вот если такую ошибку допустить где-то внутри функции вы не сможете ее отладить вам придется таки да обмазывать print после того как вы выпадете в пространство имен вашего питона все что происходило внутри indata разумеется исчезнет потому что оно локально пока indata работает и вот тут хотелось бы конечно иметь какой-то инструмент похожий на как он байтон тьютер нет не ру а ком вот этот пятен тьютер смотрите помните такое да мы сюда вписываем программу на питоне вот какую-нибудь ну скажем вот ту которую мы закрыли зря мы закрыли которую ну ну ум 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 вот говорим в залазе ежики уши плохо видно сейчас мы сделаем погромче и начинаем так вот ить 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 что мы при этом видим мы видим текущую строку который сейчас будет выполнен предыдущую строку имена которые у нас определены объекты их значение ну и что там выводится по ходу и и даже можем определить можем определить а нет не можем определить можем разметить когда при выполнении вот этой штуки происходит то чем покрасили красным цветом недостаток python тьютера вот этого подхода состоит в том что в действительности как нетрудно догадаться вся программа уже выполнена к тому моменту когда мы ее просматриваем да именно поэтому python тьютер знает сколько сколько здесь шагов было 66 именно поэтому он значит может показать на каких шагах вот эта красная достигалась вот эта штука поэтому но идея именно такая я опять андерсон сильва не понимаю вашего вопроса в файлах в питоне вообще параллельно все довольно сложно делать это точно не тема этого занятия вы можете просто открыть несколько файлов и читать из разных файл как бы файл же у вас имеют идентификаторы вот из этого киска из какого хотите из такого и читайте слово параллельно я тоже не понимаю почему бы не открыть много файлов и читать из того файлов с которого вы хотите в чем проблема важно никто не под открыли файл а и файл б когда хотите читать из а читайте из а когда хотите читать из б читайте из б да вот в чем стоит идея параллельности этого чтения я пока все еще не понимаю да а мы значит продолжаем наш разговор потому что это собственно главное я надеюсь я успею давайте попробуем по отлаживать вот какой-нибудь из этих программ да хоть вот это с помощью отладчика как это делается давайте мы сейчас подготовим место чтобы было виднее вот вот здесь вот скажем запусти отладчик дорогой айду дебаггер вот он обратите внимание что после того как я сказал открыл окошко которое называлось дебаггер надо вот эту вот эту нычку включить нычку source иначе у нас не будет однозначного соответствия того что здесь того что здесь тут мне питон вы вывел некую меме некую сообщение под названием дебаг он это собственно атланчик реализованный средствами совсем питона и вот айдла вот что это за окошко отладки сейчас мы все узнаем стоит нам начать нашу программу с включенным дебагом то есть открытым окошком дебаги еще раз напоминаю что это галка должна быть включена получится вот такая штука в окошке дебага у вас будет описано какие значения какие переменные имеют сейчас в данный момент у нас ни одной перемены еще не определено это все видите стандартный namespace в окошке исходника будет написано какая строчка будет выполняться следующий вот она и у нас будет несколько кнопочек из которых наш для нас главная кнопочка over мы нажимаем кнопочку over выполняется первая строчка мы переходим на вторую следующая строчка будет второй в нашем пространстве имен появляется имя и вот она она равно 2 вот если кликнуть на вот это место вам покажется это новая строчка дальше мы снова нажимаем over мы переходим на третью строчку over в пространстве имен появляется g здесь да и так вот мы пошагово проходим наш нашу программу которая потихонечку сюда выводит как видите и показывает какую сейчас строчка мы выполняем чем это удобно но это разумеется в первую очередь удобно когда мы отложим функции давайте мы это закроем для этого нужно что сказать сказать quit вот это мы закрываем открываем текст с функциями говорим уран и начинаем выполнять over over обратите внимание что описание сейчас выполнится описание функции оно за один раз так шлеп шлеп а вот дальше надо вот вот в этом месте вместо кнопочки over надо нажать кнопочку step если мы сейчас нажмем кнопочку over у нас все проскочит и будет выполняться 35 строчка но мы хотим найти зайти внутрь функции in data это делается с помощью кнопочки step и начать выполнять you over видите тут все заселилось почему потому что мы зависли на вводе мы должны ввести вводим нажимаем enter отработала в области переменных появилась переменная n вот это локальных можно посмотреть глобальные ввода не ну тут ничего интересного вот она равна 123 мы это только что ввели over print return вернулись вот сюда чтобы отладить функцию процесс опять нажимаем step влезаем функцию в функцию процесс over print over return все ой я на что-то не на то нажал я на что-то не на то нажал а мы отложим кусочек кусочек i2 смотрите user lib item ну в общем короче все 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 отстань вот вот дорогой хекс-эдитер а что не по хардкорному из того что я показываю с вашей точки зрения по хардкорному пошаговый проход и еще бэкпоинты что еще бывает в дебаггере кроме этого попробуйте мне ответить а я пока расскажу про бэкпоинты вот значит смотрите сейчас мы воспроизвели всю ту картину которую мы видели в python давайте теперь воспользуемся штука которая а понятно чтобы совсем по хардкорному они 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 не совсем спасибо хекс-эдитер покажу покажу но чуть позже хорошо потому что это немножко другая тема вот конечно можно есть несколько отладчиков для питона работающих с консоль значит давайте я расскажу про бэкпоинты вот значит берем вот сюда и говорим правой кнопочкой ну и вот сюда лучше правой кнопочкой set breakpoint не сюда все время промахиваюсь вот эта штука зажелкивается и в результате у нас оказывается то если мы просто запущем нашу программу скажем run и скажем здесь go поехали она будет выполняться вот она выполняется она все еще выполняется мы здесь вводим раз два три но в момент когда в момент когда мы доходим до выполнения бэкпоинта до 16 строчки мы на нем останавливаемся вот мы остановились и теперь можно снова дальше отлаживаться зачем это нужно ну в большом тексте пешочком до этого через с помощью овера до этой строчки дойти было бы долго вот а здесь мы говорим так пожалуйста остановись когда вот сюда сюда дойдешь и выполняется 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 сколько там не наесть этих самых инструкций а потом в какой-то момент она сваливается по бэкпоинту мы можем немножко поотлаживаться а потом снова ставить go ну вот она взяла и значит отработала уже вот бэкпоинтов можно понятное дело положить несколько вот можно сюда поставить бэкпоинт нет не сюда вот сюда опять не попал сюда я сказал вот тогда при перезапуске вот да python прок тут советует pdb сейчас я немножко буквально еще три минуты ваших займу так 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 давайте еще раз run run go остановились нет мы сейчас вводим ввели вводим ввели остановились вот здесь говорим снова go дошли вот досюда до 31 строки видите 31 строка да то есть мы вот здесь находимся и можно дальше снова хе-хе-хе-хе аут так значит нам добренький айдл открыл кусочек себя и кусочек того кода который мы запускали вот вот такая штука примитивная отладка в айдле теперь для желающих которые тут меня спрашивают значит есть есть два варианта pdb mpdb 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 мы можем сказать например next и выполнять этот next вот здесь мы должны сказать с степ и сейчас мы зайдем внутрь нашей функции in data вот он выполнился print да вот это мы вводим там у нас input выполнился видите вот мы вернулись а еще мы можем сделать так же как мы делали установить breakpoint сейчас вот у нас весь список например установить breakpoint на вот сюда на пятнадцатую строку breakpoint 15 сказать ему run да не рина run run continue continue ну короче c вот смотрите на пятнадцатой строчке мы остановились можно сейчас ой можно сейчас посмотреть чему равен n ничему он не равен а о господи printn ну в общем простейший командный интерфейс такой же как в gdb printn нет нет а там print вот такой как в питоне name n is not defined почему а потому что мы еще не дошли до сюда да continue вот вот смотрите next сейчас мы что-то введем да вот теперь можно сказать print ну ну в общем вот для тех кто ну словах под словом хардкорный не вел в виду настолько хардкорный вот есть всякие консольные но экранные отладчики сейчас я попробую если если он у меня стоит 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 о отлично вот он вот у нас сверху этот самый код снизу у нас что-то какой-то пудб страшный он у меня раньше был более красивый что-то он такой страшный-то что он такой ну он раньше был разноцветный непонятно непонятно странное это дело раньше он был прям такой красивенький черненький беленький синенький прям разноцветненький непонятно почему ему не понравилось это ну не знаю ну короче тогда не буду не буду это самое отвлекать вас но в общем он есть по нему надо изучить документацию сейчас все равно не понимаю что пудб локальный ой тут какая-то страшная штука но неважно обновился говорит пуды бы непонятно почему почему у меня он при этом его не раскрашивает давайте попробуем вот так может быть может быть может быть и на этом закончим да это настройки того терминала какие-то странненькие надо с этим разобраться вот 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 как это выглядит в real life и тут гораздо все гораздо все красивше видите прям красота такая неописуемая со всеми со всеми нужными делами вот можно поставить breakpoint и короче читайте изучайте интерфейс пудб вот он тоже значит хорошая штука все значит напоминаю что я обещал всем за ближайшие пару дней сделать совокупное домашнее задание по двум в прошлое этой лекции видимо я туда включу работу с каталогами или что-нибудь такое но в общем что-нибудь несложное значит и не включу потому что есть джаджи этого нету мы с вами потихонечку подбираемся к концу но это еще не конец как минимум одна лекция точно будет вот может быть даже две но если у вас есть какие-то пожелания по поводу того что можно быстро рассказать одну лекцию такого доступного начинающей аудитории добро пожаловать в наш чатик давайте это там обсудим вот если других вопросов нету а я смотрю их нету пока я боролся с пудбшечкой то видимо на этом все спасибо и до новых встреч